Творческий интеграл Герман Петрович Железняков Компьютерный дизайн и фотостудия Михаил Анатольевич Пузанков Здравствуйте Здравствуйте Ну, очень интересное название Такое математическое, с одной стороны Но я так понимаю, что витиеватое и творческое, как я решила Ну, хочу, наверное, услышать историю создания Как давно работаете, как давно Ну, история Центра технического творчества «Интеграл» Началась в далеком 1985 году Он являлся клубом юных техников Тогда еще существовавшего завода 4-го ГПЗ Ну, пройдя нелегкий путь Реорганизации, перестройки Получилось так, что от 4-го ГПЗ Остался на сегодняшний момент Только клуб детского творчества Технического «Интеграл» Ну, что могу сказать Большую помощь нам, конечно, оказывает В нашей работе департамент образования Который является непосредственным нашим учредителем В нашей работе На сегодняшний день В работе Центра принимает участие Практически около тысячи человек детей Из них 675 человек детей Занимаются непосредственно техническим творчеством Остальные дети занимаются Декоративно-прикладным творчеством Также у нас существует Направление такой работы Как работа с дошкольниками То есть все так Чуть-чуть охватывается Мы охватываем Немножку, да, практически Все возраста детские Которые у нас Учатся дети Ну, начать, может быть, имеет смысл Как раз самых маленьких наших деток Рассказывать То есть на базе нашего центра Существует группа для детей-дошкольников Называются они «Семицветик» Дети у нас совсем маленькие Приходят заниматься Они у нас занимаются С четырех лет до семи лет И детки у нас занимаются В первой половине дня С девяти часов утра до часу Мамочки приводят своих деток Оставляют нам Сами уходят Занимаются самими делами А дети у нас занимаются Изучением основ грамотности Изучают английский язык Ну, и занимаются Техническим творчеством Рисуют, лепят Ну, все, что связано С техническим творчеством Вот это так называемость Молодых ногтей Прививать вкус к прекрасному И развиваться Совершенно верно Тем не менее У нас еще существует Второе направление Работы с детьми До школьного возраста Это объединение детей Которое называется Вундеркинды Они у нас занимаются По субботам И мы в этом объединении Готовим детей к школе Дети начинают у нас ходить На занятия с пяти лет Занимаются до семи лет Потом благополучно У нас идут учиться Дальше в школу И скажем так Что, наверное, это Основной наш такой контингент Который потом остается С нами на долгие годы Дальше, дальше Эти самые детки Которые к нам привели родители Да, остаются не только Потом уходят в школу Но и остаются уже В объединениях Которые занимаются Более серьезными вещами Ну, наверное, стоит отметить Что, помимо технического творчества Да, как я уже говорил Мы занимаемся Художественно-эстетическим направлением Но то, что касается технического творчества У нас просто представлены Практически все современные Виды деятельности Которые на сегодняшний день существуют Это традиционные Судомоделирование Автомоделирование Авиамоделирование Помимо всего прочего У нас вот Сегодня здесь присутствует Как раз педагог Который занимается с детьми Фото делом Они причем изучают Не только работу на фотоаппарате Как правильно пользоваться фотоаппаратом Как правильно выставить диафрагму Выдержку и все остальное Они еще учатся работать с программами По компьютерному дизайну Обработке фотографий График компьютерный Сейчас осваивают потихонечку уже Видеодело Надеемся, что в будущем Они будут не только Вот это масштабы Да, владеть фотоискусством Но еще Всего это у нас и Искусство видеомонтажа Но еще одним из самых Наверное, интересных Направлений Наших деятельностей В плане технического творчества И который сейчас активно у нас В городе развивается Это направление робототехники Очень модное Очень современное Очень современное В 2014 году Наш интеграл являлся Инновационной площадкой По внедрению как раз Робототехники в образовательный процесс Мы целый год работали над этой темой То есть мы были первым учреждением В городе Совместно с еще одним Техническим центром Радуга Которые внедряли Эти образовательные комплекты На базе роботов Лего Монстром Да, сейчас это уже Очень сильно распространено Практически в 10 учреждениях Порядка 10 учреждений дополнительного образования Есть такие роботокомплекты Очень много школ оснащено Этими комплектами Проводятся различные соревнования Городского, регионального И всероссийского уровня Наши дети в прошлом году Ездили на всероссийский рыбофест Который проходил в Москве Заняли, конечно, мы не призовое место Но все равно почетное четвертое место В своей номинации Что тоже очень хорошо Учитывая количество участников Которые принимали участие У нас сегодня обязательно Даже будут ребята Кто этим занимается И интересуется И я думаю, что В любом случае Мы по чуть-чуть сегодня Как-нибудь охватим Ну, все, что получится Рассказать Михаил Анатольевич Как давно вы работаете И что можете о своих объединениях В секциях рассказать Ну, я работаю второй год В объединении У нас, что касается фотостудии У нас, кроме того, что мы снимаем С детьми, просто ходим Пейзажи, портреты на природе У нас своя фотостудия У нас профессиональная, так скажем Ну, маленькая, но профессиональная Фотостудия Свет у нас Профессиональный импульс На разного направленности Дети умеют работать со светом Умеют работать с техникой Также мы осваиваем пост-обработку То есть ретушь, калаш Большие прям, как настоящие Да, то есть у нас все серьезно Серьезный подход Да Что касается компьютерного дизайна У нас три программы мы изучаем То есть векторная программа, растровая Начиная с первого класса У нас попроще программы Дальше уже дети идут постарше И мы учим не просто владеть этим программами Как бы совмещаться То есть придумали дизайн Под него сфотографировали Или наоборот Сфотографировали под фотографией Придумали дизайн По сути это как бы направление Не просто вот там Для них Занятие Времени Но это в будущем уже профессия То есть они так могут и выбрать То, что по душе И как так определиться уже Кстати, у нас есть фотографии Ваших аудиторий И где, в принципе, очень светло Ярко, интересно И самое главное Что эти творческие лаборатории Они действительно Как, может быть, в научных центрах Потому что там и техника Какая-то есть И какие-то компьютеры И так далее Вот, я так понимаю Мы видим ваши классы Да, это классы Вот как раз этот класс Мы видим сейчас на фотографии Декоративно-прикладного творчества Где у нас занимаются дети Аппликации Квилингом Различными другими направлениями деятельности Это кабинет трассового моделизма Здесь наши ребята Осваивают основы автодела Скажем так Это у нас класс робототехники Вот эта штука что такое? Здесь представлены 3D принтеры Которые есть у нас У нас есть 3D сканер Мы занимаемся 3D моделированием Ну, соответственно Токарные станки Сверлильные Фрезерные станки Детки потихонечку Осваивают Это оборудование тоже Компьютерные классы Ну вот Основные все наши направления Вот видите на экране У меня вопрос такой Кто может прийти к вам И в любое ли время года Вы принимаете детей Кто хочет как-то развиваться Прийти к нам могут абсолютно любые дети Как из города Самары Так и из ближайших городов У нас есть дети Которые приезжают к нам Из Кенеля даже заниматься Несмотря на такое большое расстояние То есть им достаточно интересно Соответственно Основное время Которое мы работаем Это с сентября по май Когда у нас работают Наши основные образовательные программы Здесь Опять же еще раз повторюсь Принимаем мы всех детей Без ограничения Все занятия у нас В центре проходят Бесплатно Абсолютно Летний период Мы естественно Тоже работаем И в летний период На базе нашего учреждения Существует Лагерь дневного пребывания Будет скоро открытие лагерей И надеемся Что мы успешно откроемся Помимо всего прочего В летний период У нас еще действует программа Такая Которая называется Самоделкин Программа заключается в том Что мы работаем с детьми Близлижайших школ Которые также посещают Лагеря дневного пребывания В этих школах И В рамках Работы этих лагерей Мы ставим в плане их работы Они приводят к нам детей Большое количество В день у нас проходит От 100 до 150 человек детей Которые тоже занимаются Техническим творчеством Декоративно-прикладным творчеством И Вот Также фотостудия Они посещают Мне вот всегда интересно было Как допустим Маленьким Михаил Анатольевич Донести информацию Тут взрослые приходят Учиться на фотоделах Те же самые фотообъединения Самары и так далее А тут ребенок Вот как до него Может быть даже проще С какой-то стороны Вот Что касаемо Компьютерных технологий Действительно проще Если мне говорят Что это там Какая-то сложная программа Вот им просто показываешь Они садятся и рисуют Им это вот Без разницы Там сложная или не сложная Программа сейчас Довольно-таки Инструментарий у них Схожий Вот Главное Чтобы было желание у них И вот Помочь Направить Фото Ну Приходится как-то придумать Какие-то там Где-то Объяснять Что свет Это как вода В кране диафрагме То есть какие-то ассоциации Детям понятны На ассоциациях Потому что Ну Иначе технический вопрос Они думают по-другому Немножко Чем взрослые Да Приходится даже Некоторым детям Объяснять вещи Которые они потом Будут только проходить По физике Или по математике В дальнейшем А мы уже Изучая Фототехнику Там Уже это Начинаем заранее Проходить Или там В компьютерных технологиях Те же отрезки И прочее Которые они В последствии Только в школе проходят То есть они уже Фактически Как я поняла Из рассказа Германа Петровича С детства С четырех лет Готовы Так или иначе Воспринимать информацию Более объемно Интересно И это в школе Им помогает Кстати совсем скоро Буквально через пару минут В нашей студии Появится девочка Которая расскажет нам Чем же Интересным Занимается она Как раз таки В объединении Посвященном фотографии Какие успехи есть Друзья Не переключайтесь Расскажем вам Какие может быть Еще интересные Бренды Самары Появятся у нас В ближайшее время И это должен знать Каждый горожанин Видала я во сне Цветочек Аленький Краши коего Нет на всем белом свете Прощай, Настенька Привезу тебе свой цветочек Аленькой Из поездок в другие города Принято привозить в подарок Друзьям и близким Магнитики с видом той местности Где пришлось побывать Только вот магнитик Не самый практичный сувенир Повесил на холодильник И забыл Самарские молодые предприниматели Решили исправить несправедливость Но не просто расширить Спектр подарков А привязать их к родному городу В Самаре говорят Множество прекрасных памятников Архитектуры И природных красот И поэтому идея создать Новый туристический бренд Родилась как-то сама собой Новый проект требует Много времени и сил Поэтому ребята решили Оставить скучные офисные будни И с головой окунулись В рискованное предприятие Нам бы очень хотелось Чтобы наши майки Надевали не только на дачу Но в целом Мы изучили рынок и спрос Мы опросили наших друзей Которые живут за пределами Самары И на самом деле Все очень хотят носить майки В Москве, например Чтобы помнить о том И откуда они И чтобы рассказать, наверное, кому-то В Москве Кремль В Лондоне и Биг Бен В Париже Эйфелева башня В Самаре Теремок Пивзавод Площадь Куйбышева Логотипы, созданные ребятами Конечно, не официальный бренд города Но до чемпионата мира по футболу Еще есть время В любом случае Чем больше гостей Самары Увезет с собой кусочек Нашего города Тем лучше Мы посмотрели список Других субъектов Российской Федерации Которые уже забрендированы Ну и поняли Что на самом деле Какого-то нового Современного прочтения Образа столицы Региона Самары На самом деле В данный момент Были какие-то попытки Пока у ребят Есть только чехлы Для мобильных телефонов Но совсем скоро Появятся всевозможные Атрибуты Кепки, свитшоты, бокалы, тарелки И многое другое Сегодня в нашей студии Центр технического творчества Интеграл Творческий интеграл Ну действительно Чего здесь только нет И если вы вдруг думаете К примеру Чем занять своего ребенка На период летних каникул Можно позвонить Спросить Узнать Что интересного Вам с большим удовольствием Могут предложить Но я вам обещала Юную фото Корреспондентку Практически будущую Нашу коллегу Я надеюсь С нами здесь Алена Мустафина Занимается она В объединении Фотостудии Алена, здравствуй Здравствуйте В третьем классе Ты учишься Да Такая молодая Юная девочка Как так Решила ты заняться Фотографией Что тебя подтолкнуло Может быть Кто-то дома Тебя фотографирует Или фотоаппарат Тебе подарили Ну нет Мне очень просто Нравится Фотографировать Создавать Какие-то образы С чего ты начинала Наверное На телефон фотографировала Ну да Ну у меня Телефона нету Чтобы фотографировать Был фотоаппарат Какой у тебя был фотоаппарат Ну обычный Непрофессиональный И тут ты решила Что надо за это Взяться Более профессионально Да Ну вот приходят Такие детки Говорят Хотим фотографировать И как вот Взаимодействовать с ними Чему учить Чего начинать Что нравится тебе На уроках На этих На занятиях Ну познавать Познавать Как Как лучше С какой стороны Подойти Так Куда навести Так Чтобы лучше Было видно Скажи пожалуйста Дома ты уже Кому-нибудь Устроила Профессиональную Фотосессию Нет Планируешь Да Кого хочешь Пофотографировать Ну у меня есть Домашнее животное Потиков Да Конечно Это самое популярное Сейчас что Фотографировать Ну а скажи Ты прям С большим фотоаппаратом То есть ходишь Фотографируешь И на занятиях И дома планируешь Наверное Мечтаешь Какой-то техники Ну да У нас в студии Есть фотоаппарат Общий Общедоступный Да Просто дети снимают Какое-то время И смотрят Что у них больше душа Лежит к фотографии Или к дизайну Потому что мы Параллельно Все занимаемся Вот Алена У нас и фотографирует Но у нее Как бы Предрасположенность Больше там Есть вещи У нее инженерный Склад ума То есть она у нас И 3D программу изучала Вот у нее в руках Фигурки Да Фигурки То есть вот мы В векторной программе Сосканировали Обрисовали фигурку Потом на 3D принтер Пошли Напечатали Это вот символ Нашей фотостудии Передумали Такой человечек С аппаратом Как зовут? Я знаю имя есть Мы придумали имя Интегральчик Интегральчик Все очень миленько И очень интересно А только ли на цифровую технику На пленку Не снимают детки? Нет Сейчас не снимают Потому что Сейчас У нас есть старые фотоаппараты Я им показываю Мы с этих старых аппаратов Берем объективы советские Очень интересно Переставляем на цифровую технику И снимаем Да Очень хорошие объективы Снимаем Но так как сейчас Проблема с химией Проблема с пленками Проблема с бумагой Ну и дети наши Им надо быстрее Результаты С цифрой Это быстрее происходит Ну а вот я так понимаю Может быть есть какие-то конкурсы Для юных фотографов Не узнавали Не участвовали Мы участвуем Да То есть периодически городские Областные Мы посылаем На эти конкурсы Фотографии Мы участвовали Вот в конкурсе Где собрали все фотографии детей Сделали слайдфильм И посылали Вот тоже Какие-то там Занимаем места Там первые, вторые, третьи Иногда просто Как участники Выступаем Вот нам Участвовать интересно Конечно Опыт Мы занимаем только призовые места Это слово директора Тут как бы уже не оспоришь Ален, а куда кроме фото Ты ходишь еще Может быть Ну в школу искусств Я там учусь рисовать Ну все правильно То есть художник Я так вижу И нарисовать И сфотографировать Я так понимаю Все эти объединения Так или иначе По востребованию появлялись Не все же сразу Как-то так возникли Ну конечно Все это связано И с развитием И технического Творчества Не только детского Но и вообще Развитием техники То есть С появлением фотоаппаратов Цифровых Возникла идея Возобновить Утерянные Когда-то Да Фотостудии Которые были популярны В советское время Скажем так Потому что Когда в период Так сказать Переходный Нашего государства Немножко Стало дорого Содержать студии Потом действительно Возникли проблемы И с пленками И с химикатами И с бумагой То есть уже было Как бы достаточно тяжело Все это Покупать И давать детям Для изучения Когда появились цифровые фотографии Мы поняли Что это уже Новый виток Скажем так В развитии техники И что мы уже способны На данном уровне Детям Как бы помочь Ознакомиться С данным Шагаете в ногу Со временем Соответственно Появились 3D технологии Мы начали внедрять 3D технологии То есть у нас дети Вот вы только сейчас видели Овладевают Привезти Потому что в основном Все что дети делают Они забирают Себе Это вот элемент Носовой части Ракеты Носителей Союз Да Это дети наши Нарисовали сами 3D модель Вот эту Потом распечатали На 3D принтере Вот мы всю Ракету не стали Приносить Она достаточно громоздкая Принесли Вот как сейчас Хорошо ее видно Да Я кстати Вот хотела спросить Потому что К этому эфиру Мы еще подготовили Достаточное количество Мне кажется Фотографий Так или иначе Я предлагаю Может быть посмотреть Потому что там Среди них Среди этих фотографий Еще есть и фотоработы Дорогие режиссеры Давайте посмотрим Потому что Мне кажется Это удивительно Там разные техники Я так понимаю Что рисуют И руками И на компьютере Или я ошибаюсь Да Вы совершенно правы У нас есть Направление Компьютерного дизайна Которое связано Именно с художественной Творчеством На компьютерах Именно дети Рисуют на компьютере Но на эти картинки Конечно Представлены Работы Которые дети Выполнили При помощи Красок кисточки Традиционными способами Да И батик Вы здесь видите И акварель И гуаш То есть Разные направления Это аппликации Совсем маленькие детки У нас наверное Делали Поздравления маме Так миленько Все равно Интересно Мне кажется Так А педагоги ваши Это Что за люди Вы как их набираете Вы знаете Педагоги наши Это наша гордость На самом деле Потому что Многие из наших Педагогов Работают с нами Практически С основания центра И в свое время Эти педагоги Были сотрудниками завода Которые были делегированы Свои люди то есть Своих людей Делегировал завод На то чтобы они Делились своим опытом Техническими навыками С детьми И получилось так Что завода нет А наши педагоги До сих пор с нами Работают Такая вот Да И продолжают Четкая Линия Которая вот Они верные Остались Я так понимаю Это вот техника Так называемая Квилинг Да Я вот Затрудняюсь сказать Квилинг это или нет Я думаю Что вот ребята Которые к нам Придут чуть-чуть попозже Которые занимаются Декратием Это вот фотографии Фотоработы Которые Дети наши делали Целые композиции Да Это были посвящены Дню Победы Ну мне кажется Что в любом случае Друзья Если вы сейчас видите Я обращаюсь И к родителям И к бабушкам И к дедушкам Видите что ребенок Вот рисует Или может быть Даже не только С помощью обычных Традиционных способов Кисточки Фломастеров А может быть Делитесь в каких-нибудь Самых простеньких Программах А пока никуда не ходят Ничем не занимаются Мне кажется Да Можно обратиться Помогут Подскажут Направят И в любом случае Каким-то образом Эти свойства И какие-то качества Разовьют Алена Ну так понимаю Будешь дальше ходить Да Ну котиков же надо Фотографировать профессионально Потом и маму И всех остальных Пофотографируешь А вдруг и себя Вы кстати не учите Делать селфи-портреты Автопортреты Ну они друг друга В основном фотографируют За работой Меняются места Нравятся они себе На фотографиях Ну иногда Просят удалить Иногда оставить Даже так Вот у нас проект был Вот детская площадка Все хотим похвалиться Тоже разработана площадка Была детьми То есть они выбрали Каждое животное Обрисовали И вот из этих животных Сделали Детскую площадку Ввиду того Сейчас у нас идет год экологии Все еще на экологии И вот наша тематическая Детская площадка Как раз связана С животными С экологией Дети для себя решили Что они хотят Видеть все во дворах Вот такие Дизайнские лавочки С часами Скамеечки Да еще и такие Привлекательные урны Если это урны И урны Да Арт-объекты Арт-объекты Которые захотят Заготовить уже В натуральную величину Такие вот Изделия детские Будут очень бы рады Совместному такому Творчеству Ну что ж Алена Я тебе хочу пожелать Творческих успехов Будем надеяться Что когда ты станешь Знаменитым фотографом Или может быть Каким-нибудь инженером Может быть Изобретешь какой-нибудь Удивительный принтер Ты придешь к нам Расскажешь Вот Ну а вам друзья Хочу сказать Что прямо сейчас Посмотрим небольшой сюжет О том как Один обычный мальчик Тоже трудился Развивался Занимался творчеством И создал фильм Про Великую Отечественную войну Но не просто фильм А с изюминкой И из чего Давайте посмотрим Германские войска Напали на нашу страну Атаковали наши границы На многих местах Из тонких струек песка На столе появляются Картины Великой Отечественной войны Самолеты Танки Пехота В своем анимационном фильме Георгий Куляба Хотел показать все Что пришлось пройти Его прадедам В те суровые годы Они ради нас Своей жизнью Рисковали И благодаря им Мы сейчас мирно живем Если бы не они Мы бы сейчас жили Не так мирно Кино в технике Песочная анимация Георгий создавал почти год Чтобы точнее Передавать атмосферу Происходящего Смотрел исторические фильмы Читал книги Картины сражений Давались нелегко Некоторые фрагменты Приходилось перерисовывать По несколько раз Но подросток С завидным упорством Кропотливо работал Над каждой деталью Преподаватели Творческой студии Уверены Через художественные средства Тоже можно воспитывать Чувство патриотизма Это день победы Порохом права Это праздник С седелою на висках Через художественные средства Проще и объяснить И показать И рассказать И ребенок рисуя Всегда играет То есть он вовлекается В этот процесс Ему приятнее И понятнее Все что мы делаем Патриотизм воспитывать Можно любыми способами То есть рисовать И красками И песком И делать фильмы И рассказывать И показывать За 13 минут В фильме рассказана история От начала войны В 41-м До наших дней Вечный огонь Бессмертный полк Годы идут Но память о подвиге Советских солдат Жива Короткометражный фильм Великая память Покажут в школах И библиотеках города Продолжается наш эфир И в нашей студии Появились еще одни Воспитанники центра Интеграл Давайте знакомиться И с ними Они представляют Объединение Дизайн Итак Это с нами здесь Полина Старикова Полина здравствуйте Игорь Сорокин Игорь здравствуйте Ну Полина Давай с тебя начнем Как давно ты занимаешься Чем занимаешься И что интересного Для себя узнаешь Я занимаюсь дизайном С 2012 года В Интеграле Под руководством Гостевских Нины Геннадьевны Мне об Интеграле Рассказали друзья Когда я туда пришла Мне очень понравилось Там заниматься И по сей день Я рисую Ну и не только рисую Поняла Давай тогда по пальцам Практически Что же ты умеешь делать Раз ты не только рисуешь Я умею рисовать Делать аппликации Квилингом Занимаюсь И даже пробовала Батик Это вот сложное Нанесение краски На ткань На ткань Ух ты И это все вот В одном месте Ты как говорится Совмещаешь А вот техническим Творчеством Никогда не думала Собрать роботы Я не знаю Там напечатать Кто-нибудь Присматриваешь Было бы интересно Вот интересно Понятно Игорь расскажи Чем ты занимаешься Как давно ты Занимаешься Собственно В Интеграле Ну я хожу в Интеграл С первого класса Вот как только нас Ну уж Всем классом Привели в это место Вот мне сразу там Понравилось Я стал ходить Вот я уже в девятом До сих пор туда прихожу В свободное время Что-то делаю Такой ветеран практически В Интеграле Вот так Да Из чего начинал Может быть Менял деятельность Свою как-то Ну я еще Параллельно Хожу в художественную школу Вот я там В Интеграле рисовал Также осваивал Вот это вот все Декоративно-прикладное Творчество Там делал коллажи Из бумаги Вот тоже Квилингом занялся Еще Также Начал в Интеграле Вот уже примерно Год назад Там осваивать 3D-моделирование То есть я так понимаю Что Герман Петрович Они приходят Чему-то начинают Учиться И постепенно Расширяют Как бы это можно Да там приходить Из одного кружка В другого Или совмещать Они могут посещать Любое количество кружков Мы никого ничем не ограничиваем И действительно В процессе занятий Дети для себя Мы существуем Для того чтобы дети Еще и занимались Самоопределением И соответственно Дети находят себя В разных направлениях Деятельности И вот видите Придя на уроки рисования Вдруг для себя Открывает Талант 3D-моделиста Ребенок И с удовольствием Занимается изучением 3D-технологий Одно другому не мешает И мы тем самым Позволяем В будущем Ребенку самоопределиться И при выборе профессии Он уже будет По крайней мере Представлять Приблизительно Чем бы он хотел В жизни заниматься В будущем Полина Ты уже представляешь? Думала? Ну я думала Да над этим Связано это как-то С творчеством? Я думаю Что все-таки Будет даже связано Так Игорь Куда собираешься? 9 класс Это не так далеко До выпуска уже Я собираюсь В архитектурно-строительный Институт поступать Вот Ну даже если не получится Я также могу заняться Фотографией Я тоже увлекаюсь Фотографией Там осваиваю Фотошоп Вот Хожу к Михаилу Анатольевичу Тоже иногда Давайте сейчас посмотрим У нас есть небольшой Прям коротенький Видеофрагмент Как создавалась Твоя Очень занятная Аппликация Кто на ней Изображен Вообще Мы сейчас увидим Ну на ней Изображена Моя мама Она попросила Эту аппликацию На день рождения Серьезно Ты как Энди Уорхол Тут практически Собрал Новое современное искусство Как это Вот из чего это Многие сравнивают Кого-то подглядел Сам придумал Я вообще Ну как-то изучал Малевича Вот Его Суперматизм Мне захотелось Создать что-то такое свое Абстрактное И тоже упрощенное Вот Я сначала сделал свой портрет Потом мама Ну маме он понравился Она захотела Чтобы ее портрет Тоже был в таком виде То есть не исключено Что спустя годы Кто-то будет говорить В какой-нибудь студии Какого-нибудь прямого эфира О том что Я вот изучал Сорокина И мне очень понравилось Как он вдохновленный Малевичем Создавал свою работу Ты собираешься Дальше продолжать Какую-то эту технику Свой собственный стиль Разрабатывать Да-да-да Ведь делают люди Работы из скотча Из каких-то других Какие у тебя Может быть есть наработки Чем ты можешь похвалить Я в основном увлекаюсь Ну работой с бумагой Вот я также еще занимаюсь Серегами Складываю с бумаги Тоже один раз Ну был сюжет На телеканале Куберния со мной То есть ты на все руки мастер Ну не на все Вот как 9 лет практически Человек ходит И не надоело Ведь ему ходить 9 лет человек ходит Значит ему нравится заниматься Значит у нас работают Такие педагоги Которые могут увлечь ребенка Что он столько времени Отдает нам Ну еще я Осваиваю новые направления Какие Как раз 3D моделирование Вот Пробую что-нибудь новое Хочу в ближайшее время Научиться снимать видео Ну видишь Ты сам ролик этот коротенький собрал Нет Вот нет За меня Михаил Анатольевич собрал Ругал меня Потому что сфотографировано Все было неровно Но можно было бы Аккуратнее собрать Что-то прям Ну так у тебя впереди Еще вся жизнь Ну да Я думаю я один Ну это была первая проба Конечно А работы вот эти Которые мы видим на столе Это чьи Это тоже работа Наших ребят Которые занимаются То есть это вот как раз Тот самый квилинг Тот самый пресловутый квилинг Да Самое масштабное Что ты из квилинга Сделала за последнее время Что это было? Ну это было Ковер на пол Нет Это был крокодил Он вот такой же техники выполнения Я его делала Ну не очень долго Но это была самая моя работа Вот которую Самая важная Ну не очень долго Это сколько? Ну где-то наверное Недели три Ну три занятия Недели три Ничего себе Это три занятия Но все равно Это очень долго Мне кажется В любом случае Как-то Ну работа достаточно Кропотливая Требует усердия определенного Поэтому Чтобы получилось качественно Приходится тратить много времени Ну я вот хочу спросить Как человек уже взрослый К сожалению Не могу посещать Такие центры творчества Выпускники возвращаются к вам У них какие-то Может быть есть успехи Они благодарны Они может быть преподают у вас Ну мало ли Ну я могу рассказать вам Просто на своем примере Так В 86 году я сам посещал Будучи ребенком Клуб интеграл Тогда там еще Были очень популярны Такой направленной деятельности Как картинги Завод оказывал Спонсору турковой помощи Была возможность Заниматься картингом Ну вот Сам я посещал интеграл И кончил Сами видите чем Остался в нем И работаю до сих пор Ну а картинга-то Пока нет там? Картингов уже нет Потому что Немножко другое направление Деятельности Мы выбрали для себя А в планах Есть какие-то такие Вот я не знаю Совсем Может быть новые Ну вы знаете На самом деле в планах У нас Есть очень много Интересных разных Идей И сейчас мы являемся Инновационной площадкой По внедрению Новых образовательных Проектов И наш образовательный Проект связан с тем Что мы пытаемся На базе нашего учреждения Создать детское Конструкторское бюро Детское? Детское конструкторское бюро Что вы будете там собирать? Потому что у нас есть Потому что у нас есть определенные Наработки по работе И с роботами Наработки определенные По работе И с 3D технологиями И сейчас Как бы встает На такой вопрос Актуальный даже для нас Стал Что мы Наши дети Не умеют правильно Оформлять техническую документацию Грамотность Готовить Грамотно Оформлять техническую документацию Чтобы имея возможность Дети наши Прийти со своими разработками Уже на предприятие И запустить Допустим Какую-то Их разработку В производство Или патент Получить Или патент В конце концов И мало того Наши дети Выходя от нас Уже получают Определенные инженерные навыки Умение работать Правильно с документацией Что в будущем Если они определяются С своей профессией Как с профессией инженера Будет очень даже Кстати То есть чертят Какие-то Заполняют Чертят чертежи Заполняют Правильно документацию Составляют технические задания Обоснования технических заданий Вот мы сейчас Как бы направлены на это А в перспективе Если уж глобально Так мыслить Почему нет Давайте Из этого Есть мысли Из этого Так сказать Детского конструкторского бюро Попробовать сделать Детский мини-завод Который будет Вот это план В чем заключается Суть детского конструкторского бюро Он заключается в том Что мы пытаемся Объединить Возможности разных Наших объединений Это декоративно-прикладное творчество Это автомоделизм Судомоделизм Это 3D-моделирование Для достижения общих целей То есть если раньше У нас каждый сидел Занимался своим Определенным делом То есть теперь допустим Чтобы создать Вот этот прекрасный Летательный аппарат Который вот рядом с вами находится Который наши дети разработали Здесь принимали участие Достаточно большое количество ребят Это начиная от дизайнеров Которые у нас сделали Сначала Объемную модель Потом переложили Объемную модель В плоскую модель Для того чтобы сделать Схему сборки этой модели Перенесли Все это мы Потом при помощи печати На лазерном принтере На бумагу И из бумаги сделали Вот такую модель Космического шаттла Да Это летательный аппарат Космический Американский Который уже разработан Для путешествий Космос Вот И наши дети сделали Вот эту вот модель Самостоятельно Полностью скопировав На самом деле При всем при том Что она выглядит Очень просто На вид Это достаточно Очень сложная работа С большим количеством Элементов Очень кропотливая И на эту работу Наши ребята затратили Общей сложности Порядка трех месяцев Наверное Чтобы изготовить Вот так вот Разные направления творчества Я действительно Услышав Такие фразы Как детское Конструкторское бюро И детский завод Как будто Вернулась с детства Читая книги Кира Балучева Где дети Из времен Алисы Селезневой Запускали запросто В каждой школе Спутник Может быть Как раз таки Вы будете первым Я вам хочу сказать Что мы уже давно Запускаем ракеты Ну не ваши же Конкретные Наши же конкретные Ракеты У нас есть направление Ракеты моделирования Где дети наши Делают ракеты Причем делают эти ракеты Достаточно профессиональные И взлетают наши ракеты Достаточно высоко И наши ракеты Оснащены еще Помимо всего прочего Еще и системой спасения Наши ракеты Возвращаются к нам Назад Я не удивлюсь Даже боюсь спрашивать Может быть У вас даже Какой-нибудь Есть подпольный Космодром Кто знает Ну подпольных Космодромов У нас пока нет Но мы планируем Ну вот так друзья Впереди у нас еще Встреча с еще Одним воспитанником Центра Интеграл О чем интересном Расскажет нам Он о каких своих успехах И в каких сферах Деятельности Не переключайтесь Узнаем Уже через пару минут В гримерке Необычная актриса Овчарка по имени Фанхил Хаус Ханна Сегодня она выйдет На сцену В постановке Театра Мирок Театра родителей Детей с ограниченными Возможностями здоровья Общение с собаками Как реабилитация Ученые называют Это канистерапией Повышается самооценка Дети начинают Контролировать свое поведение Начинают следить За своим телом То есть вырабатываются Навыки уверенного поведения Дети одни Судей И добрее Фестиваль «Созвездие» Собрал больше 70 юных актеров С различными формами инвалидности Театральное искусство Считают организаторы Позволяет наиболее полно Раскрыть возможности людей С казалось бы Ограниченными возможностями Для ребенка Это определенная школа Выйти на сцену Показать себя в новой роли Выполнить всю Ту задачу Которую ставит режиссер Получить аплодисменты Увидеть глаза мамы Которая сидит в зале И гордиться Что ее ребенок Может гораздо больше Чем она предполагала Здесь нет призеров И проигравших Для многих из этих ребят Просто выйти на сцену Уже победа Есть ребята Которые просто боялись Выходить из дома Теперь они выходят из дома Есть ребята Которые просто боялись Общения с людьми Теперь они не боятся Такой фестиваль в Самаре Проходит уже второй раз И по сравнению с прошлым годом Участников стало больше Как много всего интересного Сегодня мы узнали В течение нашей программы И вот уже ближе к финалу Хочется, наверное, поинтересоваться У нашего следующего гостя Он представляет Объединение компьютерной технологии Это Александр Юркин Саша, здравствуй Как ты давно занимаешься Всем этим интересным И почему, собственно, Вот компьютерные технологии Кто тебя подсадил на это Ну, вообще Я начал заниматься Компьютерной технологией Еще 4 года назад В кружке Компьютерная грамотность Руководитель которой На тот момент был Думина Татьяна Митрофановна А интеграли я услышал От своего друга Он услышал О самом интеграли В школе Он мне сказал Я поинтересовался Что это такое Сходил Мне понравилось Ну и вот Как-то затянулось До сих пор хожу А чем ты занимаешься? С чем можешь, может быть Своими какими-то успехами Похвастаться? Ну, вообще Я довольно часто Вот уже третий год подряд Хожу на конкурсы На районные конкурсы Писатель моё детство Делал презентацию По басне Крылова По Агнии Барто Делал рисунок Это в каких-то специальных программах Я так понимаю Да Я презентацию делал Я в PowerPoint А рисунки я делал Ну, чаще В Photoshop Потому что там удобней Там более-больше эффектов Ну, удобней, в общем Просто Ну, скажи мне, пожалуйста Ведь ты же не целыми днями Сидишь возле компьютера Ну, это, конечно же, нет Тоже надо время там Для личной жизни Естественно Будет Время То есть Свободное время есть Я прихожу в интеграл Его довольно много у меня Но Школа тоже важная Ну, вот Я буквально недавно услышала о том Что Десятилетний мальчик из Финляндии Нашёл брешь В компьютерной безопасности Facebook и Instagram Ему дали 10 тысяч долларов Этому вы не обучаете в своих занятиях? Ну, этому мы пока стараемся не обучать А почему нет? Деньги приносят Чтобы они не нашли брешь В наших каких-то компьютерных сетях Взломали ваши Чтобы это не было чревато для нас Поэтому мы их пока ограничиваем Прикладными программами Такими как Полезные Офис, да Для того, чтобы в будущем им пригодилось Потому что Сами понимаете Без владения Word, Excel В наше время сейчас никуда Дети осваивают основные такие программы Прикладные Офисные Дети осваивают Photoshop Дети осваивают Plaint, в котором рисуют Дети осваивают PowerPoint Всё то, что им необходимо Для того, чтобы успешно Осваивать школьную программу непосредственно Потом дети, которые занимаются Компьютерным творчеством Действительно принимают у нас Много участия в различных компьютерных конкурсах В фестивалях Буквально совсем недавно В середине апреля Проходил такой конкурс На базе нашего учреждения Это городской фестиваль Компьютерные эрудиты Где принимали участие Во-первых, он проходил в два этапа Скрестили мышки Короче, получается Да, скрестили мышки Проходил на два этапа Это был заочный этап Районные конкурсы То есть во всех районах проводились Такие отдельные конкурсы Потом на базе нашего учреждения Проходил городской конкурс в ходе которого выявились лучшие команды. И вот наша команда «Интеграл» заняла первое место на этом конкурсе, чему мы очень рады. И вот Александр являлся одним из лидеров этой команды, которые завоевывали это место для нашего учреждения. Сош, ну ты уже решил, кем ты станешь, когда вырастешь? Вот такой серьезный вопрос. Ну, на самом деле я еще без понятия, кем я стану. Ну, мне интересны компьютеры, мне интересно много чего, но сам я пока не знаю. Но ты вот еще, говорят, рисуешь. Ну да, я рисую, но это чисто на компьютерах и чисто для работ. То есть на конкурсы отправляюсь. Я стараюсь, чтобы все было хорошо, чтобы получить какое-то призовое место. Но вот так я таким не занимаюсь. Рисую, и не что-то хорошо. Ну можешь ты сказать, например, что среди своих, может быть, друзей или одноклассников ты круче всех разбираешься в каких-то вещах? Нет, ну в некоторых вещах, конечно же, я все-таки лучше разбираюсь, чем другие, потому что я больше времени провожу с компьютером. Я давно с ним знаком, то есть я много знаю, там, хитрости всякие. Ну вот, некоторые знакомые у меня все-таки лучше разбираюсь, допустим, вот в самом, как сказать-то, в самом компьютере, то есть не в программах, то есть интересские платья, в видеокартах, то есть... А этому-то обучаете? Конечно, да. То есть это тоже есть. Мы обучаем детей еще и... Разобрать и собрать, чтобы детей деталей не слышали. Да, что находится внутри компьютера, из чего он сделан, какой элемент в компьютере за что отвечает. Конечно, это они все изучают, тоже знают. Чем отличается клавиатура от монитора? Ну хотя бы. Да, по-богу разбираются уже, да. Это важно. В том числе и внутреннюю начинку, и жесткий диск, для чего нужен, и процессоры где стоят, и материнская плата, то есть... Нет такого у нас, соберите на скорость, системный блок, закрытый на глазах. Ну пока только разберите на скорость, они могут собрать не могут. Понятно, и мы вот сейчас видим вот этих роботов, я так понимаю, это из конструктора, да, собранные? Да, это как раз вот роботы Lego Monstrum. Мы здесь представили модели NXT, которые на сегодняшний день существуют. Наши дети как раз тоже на них активно занимаются, принимают участие в различных конкурсах, как я уже говорил. Они не говорят? Они говорят, они ездят, они выполняют команды, но все зависит от того, насколько грамотно он запрограммирован. И вот основная задача наших ребят, это даже не столько собрать механическую часть этого робота, сколько правильно записать программу, которую управляют этим роботом. Чтобы не случилось страшного. Чтобы не случилось страшного, да. Ну что ж, я, наверное, хочу сказать, друзья, что вот таким интересным получился наш сегодняшний эфир, он пролетел незаметно. И хочется, наверное, попросить нашего директора уже, как бы, может быть, глядя в глаза своим потенциальным воспитанникам, это вот в камеру напротив, всех пригласить, и, может быть, даже на какие-то свои летние программы. Однозначно, мы, конечно, будем очень рады видеть всех у нас в гостях. Приглашаем всех заниматься, деток, с 5 до 21 года. Мы работаем с 9 часов утра до 8 часов вечера, согласно расписанию, которое можно найти на нашем сайте. Сайт нашего центра можно найти в интернете. Ну, мы даем информацию, есть адрес, телефон. Да, 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 есть адрес, телефон. Можно узнать по телефону всю информацию, можно узнать на сайте всю информацию. Приходите заниматься, будем очень рады вам всегда. Все занятия у нас проходят бесплатно. Да, это самое главное. И вот, пожалуйста, живой пример человека, который с молодых ногтей посвятил себя как бы интеграмм. Невозможно вырваться, понимаете, из этого замкнутого круга. Да, с него спрос как раз-таки этот и можно брать. И живым примером является того, что действительно и научная, и техническая, и творческая сторона жизни для ребенка важны. Ну, а вы, друзья, делайте свой выбор, не скучайте. Всего самого хорошего. Увидимся в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok